Здарова бродяги! Каждый опытный игрок Сталкрафта знает, что в игре присутствуют различные квесты на получение вкусных плюшек, которые помогут вам выжить в зоне. Игрокам ранга мастера они вряд ли нужны, разве что для коллекции, но вот новички и игроки среднего тира точно от них не откажутся. Сегодня мы рассмотрим три таких квеста, которые позволят вам получить небольшое преимущество на сталкерах и ветеранках. Перед началом стоит упомянуть, что в диалогах есть мультивыбор, от которого будет зависеть, что именно вы получите и получите ли вообще. Наберитесь терпения, ведь по линейке этих квестов придется побегать чуть ли не по всей ЧЗО, а в последней ситуации еще и неплохо так напрячься. Снайперская винтовка-рысь Первая линейка квестов начинается с того, что оказавшись на базе Фотон 2, вам нужно будет поговорить с Рубакой, который будет отдыхать у костра с другими братками. Задание от Рубаки это буквально сбор небольшого количества лута по типу хвостов собак, копыт кабанов и так далее. Зачем они ему вы поймете из диалогов? Рубак это оказывается местный шеф-повар со звездами Мишлен. После того, как вы оставите шеф-повара готовить свои изысканные блюда, вам предстоит наведаться к старьевщику, который закопался под свалкой на базе диггеров. После разговора с ним Рубака сам придет кашеварить на свалку, на эту самую базу и попросит у вас ингредиенты для своего шедеврального салата из клоков шерсти и корней. Можете сразу захватить необходимое количество предметов, а именно 10 клочков шерсти и 30 корней вонючек. На этом все, с Рубакой покончено и вы можете покупать у него деликатесы, дающие различные бонусы. Честно говоря, я бы у него ничего не покупал, зная из чего он готовит эти прелести. Далее у нас идет секретная цепочка квестов с чеширом, а чтобы открыть ее, нам нужно прийти на агропром в этом месте на карте. Будьте осторожны, здесь есть воронка, которая тут же засосет любого, если неправильно к ней подойти. Проникнув в этот подвал, вы увидите мертвеца, у которого будет кейс. Его нужно принести Сиплому, который находится вот здесь, в доме со своей бандой. Он и сообщит нам про чешира. Теперь нам нужно найти связного. С помощью него и их офигенной тачки с квадратными колесами вы можете перемещаться на базу чешира и обратно. Поговорив со связным, вам дадут канистру, которую нужно будет наполнить на свалке, побегов по нескольким точкам. На каждую точку есть своя метка, не заблудитесь. Разве что стоит сказать, что при опустошении бака метка не пропадает, поэтому запоминайте, куда вы уже сходили, а куда еще нужно сходить. Возвращаясь с топливом к связному, он перебрасывает нас на свою базу. Сам чешир находится в подвале, здесь у нас предстоит выбор, встать на его сторону, либо же на сторону Сиплова. Мой коллега проходил по ветке Сиплова, за него дают неплохой прицел Леопольд, который конечно же можно избартерить. После разговора мы возвращаемся к Сиплому и решаем проблемы, про которые он же нам и сообщает. Вам нужно будет добыть два полыхающих срачника, если что, ваш полыхающий срачник в квест не считается. Только те, которые выпадают с маленьким шансом со спотов. Вы можете как выбить эти два предмета, так и купить их с аукциона. Отдав два полыхающих срачника чеширу, тот освободит Сиплова от своих претензий и после мы идем говорить уже с самим Сиплым. Теперь вы получили Леопольд и немного денег. Цепочка с Сиплым окончена. Почти. Сейчас вам нужно подождать примерно час, когда придет уведомление о том, что чешир нами заинтересован. Снова идем к Сиплому, приезжаем на базу чешира и разговариваем с ним. С этого момента мы получаем вторую цепочку квестов, здесь придется много бегать. Вернувшись к Сиплому на небольшой разговор, мы снова возвращаемся на базу чешира, здесь нужно будет добиться расположения от его бойцов. Один из них потребует у вас деньги взамен на хороший отзыв о вас, но не давайте этому жадному мудаку ни копейки. Ничего он чеширу хорошего не скажет в любом случае. Квесты банды ежедневные и сколько именно нужно выполнить их неизвестно, однако по опыту моего коллеги, как минимум у него, нужно было один раз выполнить квесты от нескольких членов банды. Узнать прогресс расположения к вам можно у самого чешира и когда оно будет достаточно хорошим, он об этом сообщит именно в диалоге. Теперь линейка чешира закончена, хотя мы с ним еще увидимся. Ох, сейчас вам нужно бежать на бар, в котором появится новый персонаж, магнат. Вы его вряд ли пропустите, но в случае чего вы видите, где именно он стоит. После разговора с ним вы должны будете познакомиться с персонажем монетой на яме. При первом диалоге ответы ни на что не влияют, можете отвечать как вам угодно. Теперь у вас есть квест. Влажная сделка? Оуууу, мааа, получив ящик ирпов, бежим снова с ним на бар. Ну или суицидаемся, чтобы было быстрее. Здесь вы найдете ефрейтера просько, вот тут, аккуратнее, выбор будет важен. Пересказывать диалог полностью я не буду, чтобы не затягивать, просто выбирайте то же самое, что и в видеоряде и не ошибетесь. Снова к монете и снова мультивыбор, который очень важен. Повторяйте за видеорядом. Следующим заданием нам предстоит встретиться с Кобой, моднявым мужичком на свалке. Ух, как же он хорош. От него получаем задание на поиск Гиви, который не отображается на карте, поэтому следуйте примерам из видео. А находиться он будет здесь, среди других трупов. После обыска идем обратно к Кобе, повторяем такой же выбор, но в конце можете взять или краску, или пистолет на ваше усмотрение. Как по мне, пистолет более полезный, еще и высокого уровня, его в будущем можно будет даже в бартере использовать для крафта мастерского пистолета, так что выгоды тут очевидно больше, чем в краске. Снова к монете, повторяем, все тот же выбор. Теперь мы снова встретимся с нашим шеф-поваром, у которого нужно будет купить тот самый трофей по заданию монеты. Коллега выбрал щупальца, вы можете брать что угодно, но чтобы было проще и быстрее, лучше просто повторите. Идем на Фотон 2 к туристу, пытаясь ему продать эти щупальца. Повторяем выбор в диалогах и несмотря на казалось бы провал, ведь тот матерится, на самом деле все проходит удачно. Прибегаем обратно к монете и общаемся с ним. Далее у нас диалог с Банданой, бандитом на пути дураков. Очередной мульти-выбор, вы знаете что делать. Снова монета и снова мульти-выбор. В новом задании вклад нужно открыть несколько прикопов, можно прямо на яме, нужно всего несколько. Поговорив с монетой, получаем детектор, прибегаем на бар и пытаемся впарить его новичкам в зоне. Правда им уже пытается впарить детектор другой барыга, поэтому разносим его по фактам в очередном мульти-выборе. Далее снова говорим со сталкером, повторяем выбор и возвращаемся к монете. Оу, а тут-то нас поджидают враги. Отбившись от них, находим монету и разговариваем с ним. Помните Чешира? Вот нужно к нему вернуться и попросить приставить к монете охрану. Выполняем и снова к монете. Видим, что охрана Чешира уже при исполнении. Говорим с монетой и долгожданный конец. Мы получаем хорошую снайперскую винтовку рысь, с чем я вас и поздравляю. На рысь уже надеты необходимые модули, так что ничего в бардере для нее вам не придется. РПД дикообраза или огонька? Для активации линейки на РПД нужно поговорить с капитаном на баре. Он сообщит про странный свет в лесу. Как вы уже поняли, квест не зеркалится, поэтому бандитам приходится бежать на сталкерские территории. Однако, не советую спешить. Подождите до полуночи внутри игрового времени и после уже выдвигайтесь. Дело в том, что огонек, который оплакивает своего брата, расставляя свечи на воде в лесу, о которых и говорит капитан, приходит туда только с полуночи и сидит до 4 часов утра. Прибыв на место, разговариваем с огоньком и узнаем довольно печальную историю про его брата и что некий дикообраз теперь доказывает, что никакого брата не было. Сам огонек ничего не помнит, ведь был под действием пси-излучения, поэтому теперь мы идем к капитану в баре, а после обращаемся к бармену и платим ему 2000. Далее идем к самому дикообразу и расспрашиваем его о ситуации. Следующим заданием нам нужно будет опросить нескольких постояльцев бара, на которых будет метка. После снова капитан. Все говорят, что брата огонька щепку никогда не видели, но капитан предлагает гениальный план, после чего нам дают еще две метки, которые нам нужно будет проверить. Не найдя ничего про того щепку, которого мы искали, возвращаемся к огоньку. Он также сидит с полуночи до 4, поэтому если успеете все сделать за одну ночь, будет просто отлично. Мой коллега это и сделал, получив квест на обыск туннелей, в которых были эти два сталкера. Обыск будет проходить в могильнике, поэтому готовьтесь к встрече с врагами. Прибыв на место и зайдя в туннель, сразу же обратите внимание на стол справа, это будет первая улика. Далее ничего не будет до самого конца, поэтому спокойно зачищайте территорию. В конце туннеля будет путь через крышу грузовика, карусели, две воронки. Прохода вне аномалии нет, поэтому быстро прыгаем через карусель, как на видео. Готовьтесь к тому, что внизу будет кровосос, а с начальной снарягой отбиться будет, ну, мягко говоря, тяжеловато. Убив кровососа, вы увидите труп и сумку. Осматриваем их и... Прыгаем на батуте, который отправит вас в пузырь, и вы попадете в еще один туннель. Тут будет еще одна сумка, и это третье доказательство, после чего снова в пузырь. Получив все доказательства, вы узнаете, что щепка все-таки существовал. Первый вариант это получение РПД огонька, который имеет другие модификации в сравнении с РПД дикообраза. Они оба будут показаны позже. Для первого варианта бегите сразу к огоньку, рассказывайте ему правду и получайте РПД огонька. Но это в случае, если вы творите свою историю в зоне по справедливости. После правды, к сожалению, два крепких боевых товарища разойдутся, как в море корабли. Второй вариант это прибежать сразу к дикообразу. Там вы узнаете страшную правду, что сделал дикообраз, и предлагает вам соврать огоньку, а взамен даст вам свой РПД. Приходим снова к огоньку, врём ему, в этом случае он ничего не даёт. И после бежим к дикообразу, вот он уже выдаёт нам свой РПД дикообраза. Если вам нужен актуальный пулемёт, он лучше, чем РПД огонька, как минимум визуалом топового в игре прицела. Теперь на своём экране вы видите различия этих двух пушек, не более чем вкусовщина. Мамины бусы необычного тира. Линейка квестов тоже, можно сказать, секретная. Первым делом вам нужно поговорить с Аркановым в баре. В целом от него нам больше ничего и не нужно узнать про Лиманск, да и только. Теперь берём 120 патронов 5.45, 3 куска хлеба, 3 штуки консервированной фасоли и бутылку водки. Двигаем в Лиманск и забираемся вот в этот дом. Здесь будет сидеть тютя, потерявшийся солдат. Разговариваем с этим добряком и отдаём ему припасы. После вам нужно будет добыть ксиву, убив одного из трёх моссов Лиманска и принести эту ксиву тюти. Отдав ксиву, вам предстоит найти пузырь для солдата. Коллега выбрал пузырь, который появляется только в 8 утра и в 10 исчезает. Есть ещё второй на парковке, который появляется в 16 вечера и исчезает в 18.00. Так вот, выбирая первый пузырь с 8 утра, подходим к нему и когда тот появится, у вас должна будет всплыть реплика вашего персонажа внизу экрана. Возвращаемся к тюти, если вы выбрали этот же пузырь, что и на записи, выбираем только эти ответы. Ведь в ином случае тютя погибнет в пути. Если вы всё сделали правильно, возвращаемся в бар. Через несколько минут тютя будет сидеть рядом с капитаном и после разговора отдаст вам заветные бусы. Как итог, самую большую муторность представляет из себя именно рысь, с кучей разных побегушек. РПД и артефакт достать выходит относительно быстро. Однако, если смотреть не только на предметы как результат, но и на сами истории, я не жалею затраченного времени. Квесты не только помогут новичкам, но способны помочь даже опытным игрокам просто развеяться от бесконечного фарма и хай-энд суеты. Спасибо за просмотр, надеюсь что это видео действительно вам поможет. До встречи на просторах зоны бродяги.